Здравствуйте! Меня зовут Невзоров Иван Александрович, я генеральный директор компании Caterville и сегодня хотел бы рассказать про правила подъема по лестницам. К нам поступает много вопросов и сегодня хотелось бы ответить на все эти вопросы в одном видео. Спуск и подъем мы будем показывать на коляске Caterville GTS 4. То, что мы сегодня будем показывать, подходит абсолютно для всех ступенькоходных моделей Caterville GTS, то есть это GTS 3, GTS 3 Export, GTS 4, GTS 5, GTS 4 Lux, GTS 4 WD. На сегодня вроде бы все, но соответственно все последующие модели, если они даже будут появляться, они все равно строятся все по одному базовому принципу и именно ступенькоходные характеристики у всех этих моделей, они абсолютно одинаковые. Я вижу здесь два пульта управления, а зачем два? Да, это у нас установлен стандартный кнопочный пульт и мы еще установили дополнительно пульт сопровождающего, пульт с LCD-дисплеем. Сделали мы это для того, чтобы показать, как система работает на одном и на другом пульте. Так, ну давайте начнем подъем. Для начала перед тем, как перейти на гусеницы, нам нужно подъехать задним ходом к лестнице, оставив от коляски до лестницы не менее 15 сантиметров. Эти 15 сантиметров нужны для того, чтобы гусеница могла спокойно разложиться. То есть, если мы эти 15 сантиметров не оставим, то гусеница может при раскладывании упереться в лестницу и может выдать перегрузку нижней платформы. Выбираем кнопку гусеничный режим. Сейчас у нас гусеница начала опускаться, на пульте моргает светодиод. Это говорит о том, что у нас происходит трансформация. Сейчас был щелчок. Это нормально? Да, это нормально. Эти щелчки говорят о том, что у нас вошел в зацепление гусеничный привод. То есть, когда у нас гусеница поднята, гусеницы не вращаются. Когда гусеницы опускаются, они входят в зацепление и этот щелчок как раз означает о том, что у вас все хорошо и гусеницы имеют теперь связь с двигателем. Так, на пульте с LCD дисплеем нажимаем кнопку большую красную. Здесь видим два режима и выбираем кнопочкой вперед-назад соответствующий режим. Вот мы выбрали гусеничный режим. Все готово? Супер! Начинаем подъем? Ну, не будем спешить. Сначала нужно усвоить несколько очень важных правил. Первое, самое главное, конечно же, подъем осуществляется только задним ходом. Ни в коем случае не передним ходом. Второе, перед началом подъема нужно убедиться, что коляска стоит ровно по отношению к лестнице. Если это не так, коляску нужно выровнять с помощью джойстика. Немножко влево, немножко вправо. То есть я должен убедиться, что у меня коляска стоит ровно. Я могу это делать, ориентируясь на какие-то предметы рядом с собой. Например, вот передо мной есть стена и я, глядя на эту стену, могу ориентироваться, что да, я стою ровно. Можно ориентироваться на перила, на какие-то стены, то есть на какие-то предметы вокруг вас, которые могут сказать о том, стоите вы ровно или нет. Третье, мы рекомендуем двигаться ближе к перилам. Во-первых, так проще контролировать прямолинейность. Второе, это психологически просто комфортнее, когда у вас есть какая-то опора рядом с вами. Ну и третье, это важно для того, чтобы вам было удобнее развернуться на верхней площадке. То есть, чем ближе вы будете к перилам, тем вам проще будет развернуться на верхней площадке. Ну, это мы покажем вам еще чуть позже. Ну и четвертое, для безопасного движения не нужно подниматься на максимальной скорости, лучше использовать среднюю скорость. На пульте кнопочном у нас всего 5 скоростей, я сейчас выбираю третью скорость. На пульте с LCD-дисплеем это будет четвертая скорость. На LCD-дисплее мы выбираем соответствующую скорость кнопочками вверх или вниз. Так, получается вот вниз. Все, мы выбрали четвертую скорость. Так, начинаем подъем. А вообще, что нужно сделать, чтобы коляска начала движение? Для того, чтобы начать подъем, нам нужно просто джойстик потянуть на себя. Ровно назад тянем джойстик, и коляска начинает подниматься. А на какие ступеньки можно подниматься? Есть же какие-то ограничения? Да, конечно. Как и у любого транспорта, у этой коляски тоже есть ограничения. Коляска может преодолевать максимальную высоту ступени 20 см и максимальный угол наклона 40 градусов. То есть, другими словами, коляска может преодолевать очень высокие и очень крутые ступени. Потому что, например, стандартные ступени в подъездах домов, в хрущевках, в новых зданиях, также составляют примерно 15-17 см высотой, с углом наклона 32-33 градуса. А как пользователю определить высоту и угол ступени обычного пользователя? Ну, на самом деле, это очень хороший вопрос. Но давайте по порядку. Во-первых, на LCD-дисплее вы всегда можете посмотреть, какой угол лестницы сейчас у вас есть. То есть, если у вас есть пульт с LCD-дисплеем. Покажи, пожалуйста, как это-то. На пульте с LCD-дисплеем нужно нажать меню, зайти в наклоны коляски. Заходим. И здесь мы видим текущий угол наклона лестницы. Соответственно, сейчас он составляет у нас 24 градуса. Еще раз, максимальный угол наклона ступеней – это 40 градусов. То есть, это очень крутые ступени. Если пульт установлен кнопочный, то угол наклона лестницы можно узнать, например, с помощью смартфона. Для Android-телефонов есть такое приложение, как Угломер. Для iPhone-ов, если честно, я не знаю, но наверняка тоже есть такое приложение, которое показывает просто углы наклона. То есть, вы прикладываете телефон, можно прям к перилам приложить, и он покажет угол наклона лестницы. Хорошо. А что по поводу высоты ступени? Высоту ступени коляска не показывает, но ее можно замерить с помощью рулетки. Но еще раз повторюсь, коляска может преодолевать до 20 см. В большинстве зданий и помещений высота ступеней не превышает 17 см. А еще часто спрашивают, насколько критично, если все ступени в доме разной высоты, допустим, на данной лестнице тоже очень-очень разные? Коляски абсолютно не важно, разные ступени или одинаковые. Главное, чтобы они не превышали те параметры, о которых я уже сказал. Сколоты, раскрошенные ступени также не являются проблемой для этой коляски. И сегодня мы специально выбрали такую лестницу, у которой ступени разной высоты, у которой они сколоты. То есть, мы вот видим сколы, то есть, у нас одна гусеница наезжает на сколы, вторая гусеница идет по прямой части лестницы. То есть, коляска этого, в принципе, даже не замечает. И это мы сейчас покажем. Да. Иван Александрович, а вот при подъеме слышны такие щелчки громкие, скрипы, это нормально? Да, это нормально. Гусеница может иногда проскальзывать, но на безопасность движения это абсолютно никак не влияет. Здесь вообще важно рассказать немного про проскальзывание. Дело в том, что запыленная гусеница имеет меньший коэффициент трения, то есть, меньше цепляется за ступень. И именно поэтому, если вдруг ваши гусеницы начали проскальзывать там, где, например, раньше не проскальзывали, то первое, что нужно сделать, это вообще проверить запыленность гусениц. Вот если они там покрыты пылью, что-то такое, то их нужно обязательно протирать. Понятно. А на самой лестнице есть еще какие-то правила предосторожности? Да, конечно. Ну, во-первых, нужно ехать ровно. Если вдруг коляску немного повело в сторону, то есть, ее нужно выровнять с помощью джойстика. Ну, сейчас мы специально коляску немного вбок завалим, и я покажу, как ее правильно выровнять. Сейчас у нас коляска немного развернута в сторону. Для того, чтобы ее выровнять, я просто начинаю, продолжая движение назад, и немного смещаю джойстик вправо. При этом у меня коляска плавно повернулась и выровнялась. Следующее, что нужно, зачем нужно следить, это сидеть в кресле ровно и прямо. Ни в коем случае нельзя переваливаться вперед, заваливаться на бок, в сторону. Еще раз, коляска достаточно устойчива, чтобы сохранить безопасность движения даже при таких маневрах пользователя. Но правила безопасности, это есть правила безопасности, и, в общем, нарушать их не стоит. Итак, мы завершаем подъем. На последней лестнице также снижаем скорость. Здесь я просто регулирую джойстиком, чтобы не на полной скорости выезжать на эту площадку, для того, чтобы у нас кресло могло спокойно, вовремя отработать и выровняться. Иван Александрович, а как правильно сделать разворот на лестничной площадке? Ну, разворот можно осуществить двумя способами. То есть, либо мы разворачиваемся на гусеницах, либо на колесах. Для разворота на гусеницах, после того, как мы заехали уже на горизонтальную площадку, нам нужно развернуться на 90 градусов. Поворачиваю джойстик ровно вправо, коляска начинает разворот. Отъезжаю немножко назад. Развернулся на 90 градусов. Подъезжаю к лестнице, выравниваюсь с перилами. И делаю разворот на 90 градусов. Еще один. Все. Теперь я рядом с перилами могу подниматься на следующий пролет. Для того, чтобы развернуться на колесах, мы должны гарантированно въехать на площадку, чтобы у нас колеса находились над самой площадкой. Перехожу в колесный режим. Делаю разворот на 90 градусов. Сдаю ровно назад. Теперь перила у меня должны быть примерно сравняться, наверное, с краем сидения. Вот по краю сидения. Выровнялись. Нажимаем вправо. Все. Также подъезжаем к следующему пролету и выбираем гусеничный режим. Иван Александрович, а какой размер лестничной площадки должен быть для того, чтобы совершить разворот на этой коляске? Ну, минимальная ширина лестничной площадки должна быть 110 сантиметров. Ну, а для комфортного разворота нужно примерно 140 сантиметров и более. А вот какой способ лучше из двух? На гусеничном или на колесном режиме? На самом деле, кому как удобно. Лично я предпочитаю разворот на гусеницах, потому что он просто быстрее. Но на гусеницах можно развернуться не везде. Например, на ковровом покрытии нельзя развернуться на гусеницах, потому что это ковровое покрытие, гусеницы просто подомнут под себя. Если здесь какие-то соседские коврики, например, и мы можем на них наехать, то мы также можем их просто замять гусеницами. Ну, и еще такой момент, что на некоторых покрытиях черные гусеницы могут оставлять следы. Поэтому в разных случаях, в общем, по-разному. Но я предпочитаю больше гусеничный метод. Вот на этой площадке, например, здесь гранитное покрытие, гусеницы следов не оставляют. Итак, теперь спуск. А какие правила при спуске? Да, ну, правила, значит, у нас следующие. Во-первых, спускаемся мы исключительно только передом. Ни в коем случае не задом, потому что мы, конечно, перевернемся и упадем сразу. Второй момент, это что спускаться также нужно всегда ровно. Подъезжать к лестничной площадке ровно и спускаться нужно ровно. В-третьих, так же, как и при подъеме, спускаемся мы ближе к перилам. На нижней площадке нам будет удобнее развернуться, если мы будем находиться ближе к перилам. Ну и самое главное, на первой ступени, когда сейчас мы будем съезжать, ни в коем случае нельзя торопиться. С первой ступени спускаемся медленно, чтобы кресло спокойно могло отработать. Вот, и потом, когда мы выйдем на лестничную площадку, там уже можно добавлять скорости. Так, начинаем спуск. Поехали. Поехали. Иван Александрович, я слышала, что в последних версиях коляски добавлена система автоматического выравнивания коляски. Да. Пожди рассказать немножко. Есть такая система автоматического выравнивания. Давайте покажем, как она работает. Ну, смотрите, например, я хочу сейчас по какой-то причине завалить коляску вбок. Что я делаю? Просто зажимаю джойстик вправо, то есть коляска у меня, по идее, должна развернуться. Вот, как только мы достигли небезопасного положения коляски, вот, снимите, пожалуйста, джойстик. Смотрите, я джойстик нажимаю вправо, но коляска абсолютно никак не реагирует, потому что она понимает, что вправо ехать нам дальше нельзя. Но как только я начинаю нажимать джойстик в правильную сторону, начинаю нажимать ее вперед, коляска начинает... Мало того, что она начинает просто движение, она еще и выравнивается по курсу. Какая умная коляска. Да, это настоящая роботизированная система, которая имеет большое количество систем безопасности по подъему, по спуску, по разворотам, по смещению центра тяжести. Но нужно понимать, что основная система безопасности, она все-таки сидит в голове пользователя. И поэтому все те меры предосторожности, о которых я сегодня сказал, их, конечно же, обязательно нужно соблюдать. Иван Александрович, спасибо вам большое за такой подробный инструктаж. Он будет очень полезен действующим пользователям и будущим. Каждый почерпнет для себя что-то полезное и, ну, действительно, поможет при работе с этой коляской. Спасибо вам большое за такие интересные, правильные вопросы. Уважаемые читатели, зрители, если у вас остались еще какие-то вопросы технические по именно подъему, спуску, обязательно пишите в комментариях. Будем отвечать на все ваши вопросы. Спасибо большое. До свидания.